Всем привет! С вами профессор Гуглов. И сегодня я вам расскажу, о чем говорит ваше лицо. 9 интересных фактов. Волосы. Цвет волос человека может многое сказать о его характере. Так, блондинки более решительны и уверены в себе, чем дамы с темным или рыжим цветом волос. Все потому, что блондинки получают больше внимания. А согласно проведенному исследованию, выявлявшему взаимосвязь между цветом волос и чувствительностью, рыжие девушки наиболее чувствительны к боли. Именно поэтому обладательницам этого цвета волос следует давать больше обезболивающего препарата. Но не только цвет волос может многое рассказать о человеке, но и их количество. По статистике, коэффициент интеллекта лысых мужчин выше, чем коэффициент интеллекта мужчин с шевелюрой на голове. Лоб. Физиогномика – это искусство чтения характера по лицу человека. Она утверждает, что лоб может многое рассказать о своем хозяине. Широкий лоб указывает на то, что перед нами умный, практичный, усердный человек, у которого всегда найдутся новые идеи. Если лоб высокий и круглый, то этот человек очень серьезно относится к дружбе. Если лоб плоский, то человек больше любит иметь дело с фактами. А если человек является обладателем выступающего лба, то он нетерпелив и часто принимает спонтанные действия. Люди с неровными лбами не так успешны в бизнесе, как люди с лбами, заостренными кверху. А низкая линия роста волос у человека говорит о том, что он смышлен и сообразителен. Овал лица. Люди, у которых овал лица узкий, честные и открытые. А вот те, у которых овал лица широкий, хитрые и коварные люди, склонные к обману. Они легко могут соврать. Брови. Физиогномика также позволяет определить характер человека по бровям, форма которых не подвергалась коррекции. Если у человека в возрасте от 31 до 34 лет короткие брови, то это значит, что у него проблемы в личной жизни и на работе. Люди с темными толстыми бровями имеют много друзей. Они ведут активный образ жизни и любят веселиться. А люди с редкими светлыми бровями немного скучные. Они всегда следуют правилами и любят все организовывать. Обладатели прямых бровей упорные. Они любят стоять на своем и всегда придерживаются строгих принципов. Если брови изогнуты, то это говорит о том, что человек трудолюбив. Такие люди нередко становятся хорошими лидерами. А лохматые, как бы неряшливые брови, говорят о том, что человек так же неряшлив в обычной жизни. Особенно это касается денег. Глаза. Глаза – это не только зеркало души. Это и зеркало нашего характера. Так у людей со светло-голубыми глазами обычно спокойный характер, но они очень нетерпеливые. А еще у них слабое здоровье. Люди с сине-зелеными глазами собранные. Они любят анализировать свои эмоции. Людям с зелеными глазами легко все надоедает, поэтому они часто меняют работу. Скучная, однообразная работа зеленоглазым людям не подходит. Еще про людей с этим цветом глаз можно сказать, что у них в голове может быть 20 мыслей одновременно. Что касается людей с карими глазами, то они заботливые и добрые. Семья для них на первом месте. Люди с серыми глазами закрытые и эмоционально сдержанные. Нос. Люди со вздернутым носом оптимисты. Оптимисты. Они легки на подъеме, всегда готовы попробовать что-то новое. А вот крючковатый нос говорит о том, что человек бунтарь, которому неинтересно, что о нем подумают другие. А если у человека классический, греческий нос, то это значит, что человек живет реальностью и что он организованный. Римский нос, ну нос с горбинкой, чаще всего можно увидеть у руководителей. Такие люди не агрессивны и не склонны к импульсивности. Но бийский нос, длинный и широкий у основания, говорит о том, что его обладатель очень страстная и творческая личность. Люди с такими носами всегда ищут новые решения проблем. Если у человека нос картошкой, то это говорит о том, что этот человек был воспитан улицей. Он умен и мудр. Уши. Физиогномика утверждает, что существует 50 типов ушей. Эта часть тела служит нам своеобразной антенной, через которую мы воспринимаем информацию. Люди с оттопыренными ушами любят быть в центре внимания. Люди с большими ушами любят вести роскошный образ жизни. А люди с плоскими ушами самоуверенны. Если у человека верхняя часть уха круглая, и при этом она шире нижней части, то это указывает на то, что он очень умен. Губы. Женщины с большими пухлыми губами обычно популярны и успешны. А женщины с тонкими губами могут построить долгие и счастливые отношения. Подбородок. Женщины с большими подбородками часто обманывают других. А все потому, что у них высокий уровень тестостерона. Ну что, друзья, на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Следующее видео уже завтра. А вы, конечно же, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите свои комментарии под этим видео. И будьте здоровы. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!